Всего несколько сотен тысяч лет назад человек имел далеко не самое доминирующее положение на планете. Хилые двуногие особи ютились в пещерах, с опаской выглядывая из своих жилищ. А по земле ходили огромные хищники и величавые древние животные. Удивительно, но далеко не сила, а пытливость и интерес ко всему новому помог человечеству стать царем природы. Вопросы. Что за этим холмом? Как туда добраться? Стали отличным стимулом для новых изобретений и прогресса. И в этом плане человека было уже не остановить. Чего уж желание узнать, что это за странные светящиеся точки над нами, привело к развитию космической отрасли и первым шагам вне нашей планеты. Впрочем, даже на земном шаре находится огромное количество неизведанных мест манящих людей. К примеру, согласно статистике, мировой океан исследован не более чем на 5%. А земная кора – и того меньше. А ведь крайне интересно посмотреть, что именно находится под нашими ногами и каким будет путешествие к центру Земли. С древних времен человек старался пробраться под кожу Земли. Это неудивительно, ведь здесь есть множество богатств, крайне необходимых для развития цивилизации. Различные металлы, кристаллы, золото, руда и, конечно же, нефть. Изначально шахты и копи не делались глубже нескольких сотен метров. Хотя есть информация, что китайские шахтеры XIII века смогли прокопать шахту глубиной до 1200 метров, что было обусловлено уровнем развития технологий и инженерного дела. Но в более поздние века люди уже научились добывать полезные ископаемые с довольно больших глубин – в несколько километров. Наиболее активной фазой в плане движения к центру планеты стала вторая половина XX века. В это время две могучие сверхдержавы соревновались на всех уровнях и во всех сферах. Конечно же, мы лучше всего знаем про пресловутую космическую гонку с запуском первого спутника, полетом Юрия Гагарина, выходом в открытый космос Алексея Леонова и прогулкой Нила Армстронга по Луне. Впрочем, державы соревновались также и в том, кто проделает наиболее длинный путь к центру планеты. На сегодняшний момент наиболее длинной шахтой является Кольская сверхглубокая скважина SG-3, расположенная на одноименном полуострове. Причиной для начала работ послужило желание исследовать состав земной коры. А поводом то, что на полуострове практически отсутствует чехол осадочных пород, а поверхность имеет возраст около 3 миллиардов лет. При этом возраст нашей планеты достигает отметки 4,5 миллиарда. Бурение началось еще в 70-х годах и проходило до начала 21 века. За это время специалисты смогли достигнуть отметки 12 262 метра. Миновав 12 различных по физическим свойствам уровней. Интересно то, что уже на 5-километровой глубине температура достигала 50 градусов Цельсия, до 7 километров уже 120 градусов, а на отметке 12 километров была зафиксирована температура 212 градусов Цельсия. До глубины в 7-8 километров бурение проходило нормально. Но затем возникли сложности, связанные с наличием пустот и неоднородностью таких слоев. Поэтому свод часто осыпался, а работы проводились в другом направлении. Именно поэтому сама шахта напоминает ствол дерева с разветвленной корневой системой. А отклонение бура по горизонтали от точки входа составляло до 800 метров. Сегодня буровая скважина закрыта ввиду нерентабельности, а все работы в этом направлении прекращены. Практика и теория. Несмотря на закрытие скважины SG-3, работы в этом направлении дали понимание того, как наша планета выглядит изнутри. Поэтому мы можем совершить увлекательное путешествие прямо к центру Земли. Удивительно, но свободное падение в этом направлении заняло бы всего лишь 18 минут. Правда, придется пройти через сегменты с огромной температурой и давлением в 3,5 миллиона раз, превышающим давление на поверхности Земли. Ни один материал, который разработан на данный момент, не может выдержать этих условий. Кожа Земли. Первый шаг на пути к эпицентру планеты – ее твердая кожа. Корка планеты имеет толщину всего 35 километров и составляет лишь 1% от массы Земли. Также она бывает двух типов. Континентальная кора состоит из самых легких горных пород, таких как гранит, и образует континенты, покрывающие более плотные породы. На континентах находятся самые старые породы, обнаруженные на поверхности Земли. А рекордсменом является зеленоватая мелкозернистая порода возрастом 4,4 миллиарда лет, найденная на берегу Гудзонова залива в Канаде. Эти скалы затвердели вскоре после образования Луны. И если бы вы были там в то время, вы бы могли посмотреть вверх и увидеть действующие вулканы, извергающиеся на спутнике. Исследования самых ранних горных пород показывают, что ранняя Земля не была горячей очень долго. Она быстро остыла и почти с самого начала имела обширные океаны. Все, что когда-либо создавало человечество, сделано из металлов и минералов, добытых из земной коры. За исключением алмазов – это уникальные кристаллы, которые образовались под воздействием сумасшедшего давления. Океаническая кора намного моложе континентов и продолжает двигаться, формируя рельеф. Они гораздо моложе, и их возраст не превышает 400 миллионов лет. Мантия Продолжаем двигаться дальше. После преодоления отметки в 35 километров мы попадем в самую обширную и большую часть нашей планеты – мантию. Эта субстанция занимает около 82% объема Земли и около 65% ее массы. Удивительно, что температура здесь и воздействие мантии на земную кору также способствует формированию новых материков и движению тектонических плит. Эта субстанция практически везде состоит из четырех основных элементов – кислорода, кремния, магния и железа. Их атомы соединяются, образуя решетчатые структуры, которые под давлением образуют еще более плотную массу. Долгие годы интересной считалась только верхняя часть мантии. Предполагалось, что ниже возрастающее давление и высокая температура так сильно жали элементы, что стерли любые структуры. Последние исследования показали, что мантия – более активное место, чем мы думали. Хотя она состоит из твердой породы, но все же медленно движется вместе с материалом, опускающимся и поднимающимся из самых глубоких слоев. Некоторые ученые полагают, что сквозь мантию к поверхности пробиваются шлейфы горных пород. И каждые несколько сотен миллионов лет на поверхность выбрасывается огромное количество лавы, вызывая массовые извержения вулканов. Кстати, это также рассматривается как причина тотального вымирания динозавров. Жидкий металл Миновав область мантии на глубине 2890 километров, путешественник преодолеет следующий барьер. Здесь расположено огромное море жидкого металла, нагретого до 5000 градусов тепла. Это внешнее ядро, занимающее около 10% объема Земли и 27% ее массы. Для сравнения это сопоставимо с размерами планеты Марс. Картина здесь поистине потрясающая. Раскаленная добела мантия Земли, а под нею огромный океан из жидкого металла. При этом их может разделять всего несколько десятков метров. Ядро из жидкого металла способно оказывать огромное влияние не только на саму Землю, но и на другие планеты. Это влияние простирается гораздо дальше, ведь в результате таких колебаний возникает магнитное поле Земли. Без нашей магнитной защиты жизнь на поверхности была бы невозможна, поскольку она защищает нас от вредных частиц Солнца и дальнего космоса. Марс лишен такой защиты и потерял большую часть своей атмосферы. Следовательно, на его открытой поверхности не может существовать никакой жизни. Время от времени что-то происходит с токами во внешнем сердечнике. Они кажутся хаотичными и больше не создают такого сильного магнитного поля. На поверхности магнитная сила падает примерно до 10% от внутренней мощности. Интересно то, что внешнее ядро иногда меняет полярность, и южный полюс становится северным, а северный – южным. Случись это сегодня, нет никаких гарантий того, что человечество смогло бы пережить эту неожиданную хитрость планеты. Центр Земли Настало время спуститься в самый центр Земли и обнаружить там адски горячее ядро – сверхплотный шар из твердого железа и никеля, горячий, как поверхность Солнца. Он твердый только из-за того, что давление здесь более чем в миллион раз превышает давление на поверхности. Это кристаллическое ядро, составляющее немного меньше Луны, но это также один из самых странных объектов, когда-либо встречавшихся в науке. Представьте себе объем воды во всех океанах мира и умножьте его на пять, и вы получите объем внутреннего ядра Земли. Информацию об этом объекте сложно собрать, ведь все данные получаются по крупицам. Путем анализа немногочисленных сейсмических волн. При правильной обработке можно идентифицировать слабое эхо от внутреннего ядра, и чем больше ученые их анализируют, тем более разнообразными являются выводы. Интересно то, что существуют признаки того, что ядро вращается с несколько иной скоростью, чем остальная часть Земли, а также смещено от самого центра Земли на много километров. Некоторые ученые считают, что граница между внутренним и внешним ядром волнистая и мягкая, а кристаллы железа образуются здесь в виде гигантских железных деревьев, между которыми находится расплавленный до сумасшедших температур металл. Другие считают, что верхние несколько сотен километров внутреннего ядра состоят из небольших кристаллов железа, но внутри внутреннего ядра они могут сливаться, теряя свою индивидуальную идентичность. Эти кристаллы — невидимые чудеса Солнечной системы. Если бы человек мог пройтись мимо них, они бы напомнили геологическую структуру, похожую на базальтовые колонны дороги гигантов в графстве Аннстрим, Северная Ирландия. Но в тысячи раз длиннее и шире. Монокристаллы железа размером с город, протянувшиеся на сотни километров, должны быть поистине завораживающим зрелищем. Но самая большая загадка в том, что внутреннее ядро является достаточно молодым элементом нашей планеты. Последние расчеты показывают, что эта часть появилась в диапазоне 500 миллионов 1 миллиард лет назад. При этом она постоянно расширяется за счет роста этих самых железных кристаллов. Скорость расширения хрустального ядра составляет около полмиллиметра в год. Также существует предположение, что при таком росте уже через миллиард лет ядром может даже выключить магнитное поле Земли. Итоги. Мы, наверное, никогда не достигнем центра планеты. Текущие технологии позволяют пробиться в этом направлении не более чем на 12-13 километров. Далее начинаются неимоверно суровые условия. 6 тысяч градусов по Цельсию и давление 3,5 миллиона атмосфер. Что ни один зонд никогда туда не доберется. Возможно, это всегда будет загадкой. Но такой же удивительной и увлекательной, как и огромный мир вокруг нас. Полный тайн и интригующих открытий. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! 4 сентября 1913 года экспедиция на ледоколах Таймыр и Вайгач закрыла последнее белое пятно на карте мира, обнаружив архипелаг Северная Земля. Вот так буднично закончилась многовековая эпоха великих географических открытий. Однако гипотеза, выдвинутая в 2017 году научной группой в составе 11 геологов из Новой Зеландии, Австралии и из Новой Каледонии, заставила задуматься про изменения современных учебников по географии. Ученые полагают, что Зеландия удовлетворяет всем необходимым критериям, чтобы считаться затопленным континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом. В мире существует несколько традиций разделения земель на материки и части света. Число континентов в разных культурах численно может выражаться от 4 до 7. Модель четырех континентов можно представить из Антарктиды, Австралии, Объединенной Америки и Афроевразии. Модели же шести или семи континентов для нас более привычны, так как делят Америку на две части, северную и южную. Обособленно выделяют Африку, либо Европу и Азию по отдельности, либо Евразию целиком, как самый большой континент. Но вот о восьмом континенте пока еще идут споры. В статье, опубликованной в журнале Геологического общества США, исследователи поясняют, что площадь Зеландии составляет 5 миллионов квадратных километров, что равняется примерно двум третьим площади соседней Австралии, которая считается континентом. Правда, 94% этой территории находятся под водой, а на поверхности видны лишь два крупных острова, составляющих Новую Зеландию. Архипелаг Новая Каледония, а также островки поменьше. На первый взгляд может показаться, что для континента только то, что торчит над водой, имеет значение. Однако ученые применяют совсем другой набор критериев, и всем им новый претендент соответствует. Возвышение над окружающей территорией, характерная геология, четко очерченные границы, поверхностный слой толще, чем у обычного морского дна. Исследовать Зеландию было всегда непросто. Ее долго искали и не сразу смогли найти. Первое настоящее доказательство существования Зеландии собрал шотландский натуралист сэр Джеймс Гектор, который исследовал острова у южного побережья Новой Зеландии в 1895 году. Изучив их геологию, он пришел к выводу, что Новая Зеландия является верхушкой горного хребта, который обрамляет большой континентальный массив, простирающийся далеко на юг и восток и погружен в воду. Когда-то Зеландия была частью древнего суперконтинента Гондвана, который образовался около 550 миллионов лет назад и объединил всю сушу в южном полушарии. А затем, около 105 миллионов лет назад, в ходе процесса, который мы еще полностью не понимаем, Зеландия начала удаляться. И вот 50 миллионов лет назад, восьмой континент Земли, Зеландия, погрузился в океан и исчез. Сегодня человек может увидеть лишь крошечную часть этой земли, Новую Зеландию. Геологи привели также доказательства сделанных выводов, спутниковые наблюдения, с помощью которых удалось выяснить, что на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы. Любопытно, что вулканы восьмого материка имеют тот же состав магм, что и в соседних частях Антарктиды и Австралии. Еще одна тайна сокрыта в форме Зеландии. Если посмотреть на геологическую карту Новой Зеландии, можно заметить две вещи. Одна из них — Альпийский разлом, граница плит, которая проходит вдоль Южного острова и является таким большим, что его можно увидеть из космоса. А во-вторых, форма Новой Зеландии, как и всего континента, странным образом согнута. Обоих разделяет на двое горизонтальная линия, где встречаются Тихоокеанская и Австралийская тектонические плиты. Кажется, будто кто-то взял нижнюю половину и скрутил ее, так что раньше непрерывные полоски скал свернулись почти под прямым углом. Простое объяснение этого заключается в том, что их деформировали движения тектонических плит, но как и когда это произошло до сих пор непонятно. Вполне возможно, что учебники и пособия вскоре снова придется переписывать ради маленькой, на первый взгляд, Зеландии. Но не спешите бежать делиться этой новостью и писать письма в географическое общество, ведь название восьмого континента есть еще пара претендентов, хоть и в переносном смысле этого термина. Ученые-экологи провели подробный количественный анализ океанского пластикового мусора в одном из крупнейших мировых скоплений – Большом Тихоокеанском мусорном пятне. Результаты вычислений показали, что в мусорном пятне содержится примерно 80 тысяч тонн пластика, которые суммарно занимают площадь около 1,6 миллионов квадратных километров. Кроме общей массы пластика, в мусорном пятне ученые провели анализ его фракционного состава. Оказалось, что более трех четвертей всех объектов в пятне имеют размер более 50 сантиметров, и практически наполовину пятно состоит из элементов рыболовных сетей. Гигантский мусорный остров неспешно дрейфует по замкнутой траектории в Тихом океане. На участке между 20-45 градусов северной широты и 130-160 градусов западной долготы. Конечно, он не твердый, его можно сравнить с супом, но, согласитесь, не очень хочется, чтобы именно это образование считалось восьмым континентом. А вот его антипод вполне может вызвать радость, когда узнаешь, какие цели в него заложены. Проект «Восьмой континент» — это плавучая станция, которая разработана для очистки океана от пластика и изучения его влияния на экосистему океана. Станция спроектирована таким образом, что она способна адаптироваться к экосистеме океана и получать от нее все необходимое, не нанося вреда. Проект словацкого дизайнера Ленки Петраковой получил архитектурную премию фонда «Жака Ружери» в сфере экологических и инновационных решений для морских пространств. Внешне «Восьмой континент» напоминает гибрид кувшинки и осьминога, несколько подобных цветкам зданий, установленных на платформах, похожих на щупальца. Щупальца будут собирать пластик и одновременно накапливать энергию приливов, которая затем будет использоваться для получения электричества. Затем пластик будет поступать в коллектор в центре здания, где будет происходить переработка. В лепестках, покрытых солнечными панелями, расположатся теплицы. Опреснительные и очистные сооружения. Они же выполняют функцию парусов, позволяющих ветру направлять станцию. Объединять эту структуру должен образовательный и исследовательский центр, который будет собирать данные об океанических экосистемах. А рядом с ним построят жилой блок для ученых, работающих на станции. Станция будет выдерживать даже самые сильные штормы и при этом способна получать всю необходимую энергию от солнца и приливов. Очистка океанов от уже существующего мусора требует многих лет работы. Как минимум 8,3 миллиона тонн пластика попадают в океан ежегодно. Это приводит к образованию целых мусорных континентов, таких как большое тихоокеанское мусорное пятно. Пластик оказывается в желудках морских организмов, превращается в идеальную ловушку для рыб и птиц. С этим нужно бороться уже сегодня. Вот такой он наш океан. Даже в, казалось бы, развитом научно-техническом веке он способен озадачивать людей, давая пищу для размышлений. Конечно, называть мусорные кучи новым континентом никто не собирается, но то, что касается массивов земной коры, совсем другое дело. Ведь если та же Зеландия все-таки изменит свой геологический статус, это может привести к увеличению интереса к ней научного сообщества. И тогда, возможно, мы снова расширим наши знания о нашей родной планете. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Всем привет! Сегодня поговорим о самых жарких точках на планете. Эти места не зря сравнивают садом на Земле. И фраза «тут яйца можно без сковородки жарить» подходит как нельзя лучше. Здесь в прямом смысле горит земля под ногами, и обувь плавится об горячие камни. Жаркий воздух обжигает легкие. Без воды и головного убора на открытом пространстве можно умереть всего за несколько часов. А самое интересное, что во многих из них все еще живут люди. Что это за места, узнаем через несколько мгновений. Вперед, навстречу приключениям! Вадихальфа. Десятое место можно присудить Вадихальфе, что в Судане. Город расположен на берегу озера Насер. Население городка составляет до 15 тысяч человек. Их жизнь нельзя назвать комфортной. Тут нет привычной растительности – широкополых деревьев, под кронами которых просто спрятаться от палящих лучей солнца. Средняя температура воздуха в летние месяцы достигает 41 градуса Цельсия. В 1967 году в Вадихальфа был зафиксирован рекорд самой высокой температуры воздуха – 52,8 градусов Цельсия. Тират-Цви. Тират-Цви расположен в Израиле, недалеко от иранской границы. Это зеленый городок, известный финиковыми деревьями, которых тут посадили свыше 18 тысяч. В этом месте сложно выращивать другие культуры, только финики способны выдержать постоянную жару. Жителей в Тират-Цви намного меньше, чем деревьев – всего около тысячи. Город находится на высоте 772 метра, ниже уровня моря, и мог бы иметь мягкий климат. Но географическое расположение превращает летом Тират-Цви в выжженное пятно. Средняя температура воздуха от мая до августа в городе составляет 40 градусов Цельсия. В 1942 году был зафиксирован температурный рекорд – 53,9 градусов Цельсия. Тамбукту. Один из самых древних городов на планете. Тамбукту в Мали страдает от песчаных бурь и невыносимого зноя. Когда-то это был центр образования, науки и культуры, о чем свидетельствуют древние руины величественных построек. Сегодня город рискует быть захваченным пустыней. Средняя температура летом достигает 42 градусов Цельсия. Температурный рекорд в Тамбукту составил 54,5 градусов Цельсия. Гадамис. Превзошел предыдущие города по экстремальности температур ливийский город Гадамис. Он расположен на границе с Тунисом и Алжиром. Много веков назад тут бушевала жизнь, пересекались караванные пути, велась оживленная торговля и обмен знаниями. Не зря город называли «жемчужиной пустыни». Климатические условия заставили древних горожан строить особый вид зданий – двухэтажные дома из белой глины, которые плотно прилегают друг к другу. Такой способ возведения жилища помогает выдерживать невыносимо палящее солнце. Белые стены и крыши хоть немного отражают горячие солнечные лучи. Средняя температура воздуха в Гадамисе колеблется в пределах 40-55 градусов Цельсия. Кибили. В Тунисе раскинулся древний город Кибили. Это пустынный оазис, который сегодня стал домом для 18 тысяч человек. Город имеет статус известного туристического центра. К югу от Кибили расположен самый популярный курорт Сахары-Дис. Тем, кто желает окунуться в атмосферу восточной сказки, стоит помнить о погодных условиях в Кибили. С июня по август средняя температура воздуха составляет от 57,6 до 48,8 градусов Цельсия. В 1932 году был зафиксирован рекорд — 55 градусов Цельсия. Долина Смерти Долина Смерти в США стала легендарным местом, окутанным мистикой и тайнами. Сегодня регион имеет статус национального парка. Долина расположена между Калифорнией и Невадой. Это межгорная впадина возле пустыни Мохаве и Большого бассейна в Калифорнии. Долина Смерти считается одновременно самым низким, сухим и жарким местом в Северной Америке. Долина привлекает туристов песчаными дюнами, горами и соляными равнинами. Она знаменита своими движущимися камнями. Огромные валуны передвигаются по поверхности без сторонней помощи и десятки лет ставят в тупик мировых ученых своими выходками. Инопланетные пейзажи способствуют тому, что долина стала съемочной площадкой для многих фильмов. Но работать, да и просто находиться здесь адски сложно. В 2001 году тут был зафиксирован рекорд. На протяжении 154 дней температура воздуха держалась на уровне 38 градусов Цельсия. Но для этих мест такая погода больше напоминает прохладные деньки. Средняя температура от мая до сентября варьируется в пределах 50-55 градусов Цельсия. Рекорд самой высокой температуры был побит в 1913 году. Тогда температура воздуха в долине Смерти достигла 56,7 градусов Цельсия. Несмотря на это, в долине до сих пор обитают люди. Потомки индейского племени Тимбиша продолжают жить в окрестности Фернес-Крик. Эль-Азизия. Город Эль-Азизия находится на юго-востоке Ливии. Тут проживает около 300 тысяч человек. Это оживленное место, известное развитой торговлей. Город привлекает туристов богатой историей и архитектурными памятками. Например, известное среди туристов хранилище Каср-Аль-Хадж построено свыше тысячи лет назад. Туристам, которые решились поехать в Эль-Азизию, важно помнить о жарком климате региона. В летние месяцы температура воздуха составляет 33-40 градусов. Но все может измениться за несколько минут. Ветра из Сахары влияют на погоду. Зависимо от направления ветра, температура может резко опуститься или подняться на 20 градусов. Рекордно высокая температура, которую зафиксировали в городе, составила 58,2 градусов Цельсия. Замер произвели в 1922 году. До 2012 года Эль-Азизия удерживала этот результат. Но Всемирная метеорологическая организация отменила рекорд, ссылаясь на неточность средств фиксации температуры. Турфанская впадина Турфанская впадина находится в Китае. Это тектоническая впадина высотой 154 метра ниже уровня моря. Благодаря подводным родникам и плодородной почве Турфан превратился в оазис на Земле. Несмотря на присутствие системы водных каналов, это самое жаркое место Китая, которое еще называют полюсом жары. Визуально скалы из красного песчаника напоминают языки пламени. Поэтому эта местность получила еще одно прозвище – Огненные горы. Турфанская впадина известна критическими перепадами температур. Тут фиксируются самые низкие и высокие показатели. Средняя температура воздуха летом составляет 38-40 градусов Цельсия. Рекорд высокой температуры зафиксировали спутники НАСА в 2008 году. Это 66,8 градусов Цельсия. Земля в горах может прогреваться до 80 градусов Цельсия. Так что тут буквально можно готовить еду под ногами. Квинсленд – это отдельная территория в северо-восточном штате Австралии. Место, богатое природными красотами, пустыней, флорой и фауной. Большим барьерным рифом, туристическими памятками. Австралийский Квинсленд – по-настоящему жаркий регион. Невыносимые температурные показатели делают территорию очень сложным местом для жизни. Средняя температура в регионе колеблется в пределах 30-40 градусов. Но абсолютный рекорд был зафиксирован в 2003 году с помощью спутника. Устройство показало температуру 68,9 градусов Цельсия. Дештелут. Иранская пустыня Дештелут официально считается самым горячим местом на планете. Эта адская область располагается между Ираном и Афганистаном. Площадь пустыни составляет 450 на 250 километров. Дештелут занимает 25-е место по величине среди песчано-солончаковых пустынь в мире. Область отличается крайне высокими температурами в летнее время. Даже любителям тепла это место покажется невыносимо жарким. Ученые фиксировали абсолютный температурный рекорд между 2003 и 2005 годами. Он составил 70 градусов Цельсия. В подсчетах сомневаться не приходится, поскольку их проводили с помощью современного оборудования спутника NASA Aqua. Фиксация критично высокой температуры на протяжении длительного времени позволила огласить пустыню Дештелут самым жарким местом на Земле. Постоянно жить в местах с критически высокими температурами человеку крайне непросто. Привыкнуть к сложным условиям жизни сумели коренные народы. А вы смогли бы переехать в один из самых горячих регионов планеты? Подпишитесь на канал и поделитесь впечатлениями о самом жарком месте, в котором вам приходилось побывать. Современного человека трудно чем-то удивить. В сегодняшний век информационных технологий каждый из нас может увидеть то, что ему хочется, не вставая со своего кресла. Однако природные процессы на Земле настолько разнообразны, что некоторые из них мы даже не можем себе представить. Так что давайте сейчас вместе узнаем о самых необычных и удивительных природных явлениях, которые только могут происходить на нашей планете. Биолюминесцентные волны на мальдивских пляжах Великолепные пляжи одного из лучших курортов мира на Мальдивах по ночам светятся голубым цветом. Это не опасно. Ученые выяснили, что вся тайна скрыта в биолюминесцентном фитопланктоне. Он скапливается у берега и при воздействии волн переливается мягким голубым свечением, из-за того, что клетки этих простейших организмов содержат особенный фермент люцифераза. Светящиеся пляжи на Мальдивах можно наблюдать довольно часто, особенно в те ночи, когда на небе не видно луны. Для дайверов и тех, кто хочет поплавать в океане звезд, даже организуются специальные ночные экспедиции. Движущиеся камни долины Смерти Наука в течение долгого времени не могла дать точный ответ на вопрос, каким образом камни передвигаются по дну озера Рейстрек Плая, входящего в состав Американского национального парка долины Смерти. Большинство камней попадает на дно высохшего озера с близлежащего 260-метрового холма. Их вес доходит до нескольких сотен килограммов. Камни приходят в движение всего один раз за два или три года, а следы, как правило, сохраняются еще 3-4 года. Американским ученым удалось провести эксперимент на местности, и они заметили, что в определенный период дно озера покрылось слоем воды высотой в несколько сантиметров. Именно после этого началось перемещение камней. Гипотеза с ветром была отвергнута полностью, камни двигались в относительно безветренную погоду. Причиной движения стали большие до десятков метров, но очень тонкие участки льда, образующиеся после замерзания в предшествующие морозные ночи. Плавающий и тающий лед перемещает камни со скоростью до 5 метров в минуту. Черное солнце На западе Дании в самый разгар весны можно наблюдать невероятные явления. Тысячи скворцов слетаются в одну стаю, превращаясь в гигантскую тучу и закрывая собой солнце. Туча постоянно движется, меняет свою форму и складывается в причудливые фигуры. В общем, зрелище даже немного жутковатое. Это явление так и называют – черное солнце Дании. Кстати, его легко объяснить. Случается оно в период сезонной миграции, когда скворцы ищут временный приют на болотистых участках страны. Красные крабы острова Рождества Уникальное природное явление можно наблюдать на австралийском острове Рождества. Ежегодно в ноябре или декабре миллионы красных крабов мигрируют из тропических лесов, расположенных в центральной части этого небольшого клочка суши на побережье Индийского океана для размножения. Наблюдать миграцию красных крабов можно ежегодно в ноябре и декабре, в зависимости от начала сезона дождей и смены фазы Луны. Крабам жизненно необходима влага, и миграция начинается с приходом первых ливней. Асфальтовые дороги, тротуары, тоннели, тропинки и океанское побережье на несколько недель становятся похожи на живые волны. Процесс в среднем занимает 18 дней. Животное количество которых достигает 120 миллионов особей создают подобие красной ковровой дорожки и имеют приоритет. Для ракообразных перекрывают трассы и строят временные мосты, позволяя добраться до побережья с минимальными потерями. Озеро, которое превращает животных в мумии На севере Танзании находится самый щелочной водоем на планете – озеро Натрон. Все существа, попадающие в это жуткое озеро, моментально погибают. Их тело покрывается минералами, из-за чего они становятся похожими на статуи из какого-нибудь фильма ужасов. Но самое удивительное, что на озере обитают миллионы фламинго. Они строят свои гнезда на островках Соли, которая выступает над поверхностью Натрона. Грязевые грозы Грязные грозы – это крайне редкие природные явления, которыми порой сопровождаются крупные извержения вулканов. Термином «грязная гроза» обозначают молнии, возникающие в облаке, которые поднимаются из жерла вулкана во время извержения. Этот феномен, что еще более необычно и даже уникально, регулярно наблюдается во время извержения вулкана Сакурадзима в Японии, одного из самых активных вулканов в мире. Во время обычных гроз сталкиваются кристаллы льда, в результате чего происходят электрические разряды, приводящие к молниям. В вулканическом же облаке во время извержения вместо кристаллов льда сталкиваются частицы пепла. В траве, выросшей на засушливой почве пустыни Намиб, можно наблюдать странное явление. Миллионы круглых проплешин диаметром от 2 до 15 метров, лишенных какой-либо растительности и расположенных как соты на территории протяженностью 2500 километров. Ученые предполагали, что почва в этих местах заражена радиацией или что выделяемые какими-нибудь растениями токсины поражают растительность вокруг. Но истинной причины этого явления не знает никто. Некоторые думают, что круги – это работа песчаных термитов, которые прорывают в земле отверстия для хранения воды и пожирают корни растений, чтобы расположенный под ними песок мог впитывать дождевую влагу. Еще одна гипотеза приписывает появление кругов соперничеству за ресурсы. В суровом климате пустыни растения борются за воду и питательные вещества. По мере того, как слабые растения гибнут, а более сильные вырастают, зеленый покров самоорганизуется, принимая необычные формы. Световые или солнечные столбы Морозный зимний воздух состоит из миллионов ледяных кристалликов или крошечных пластинок. Изредка они выстраиваются в особом порядке и на закате или восходе отражают солнечный свет. В результате появляются вертикальные столбы света, будто мощный прожектор светит в небо или с неба, как считают поклонники НЛО. По тому же принципу световые столбы могут возникнуть и ночью, при отражении света луны, уличных фонарей и автомобильных фар. Водяной смерч Водяной смерч по природе своей похож на обычный, но протягивается от дождевых облаков к большим водоемам. Длятся такие смерчи обычно не дольше 20 минут и вообще считаются слабыми и безобидными по сравнению с настоящими ураганами. Полюбоваться зрелищем можно практически на любом побережье от Мексиканского залива и озера Мичиган до Адриатического и Черного морей. Зеленый луч Зеленый луч – это оптический эффект, который продолжается от 1-2 секунд до 5 минут и проявляется как вспышка зеленого, реже синего света в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом, чаще морским. Для его наблюдения необходимо три условия – открытый горизонт, в степи или на море в отсутствии волнения, чистый воздух и свободная от облаков сторона горизонта, где происходит заход или восход солнца. Всех видевших зеленый луч поражает его необыкновенный изумрудный тон. Возможно, что необычная частота зеленого тона и натолкнула специалиста по голографии и лазерам Вильяма Кона на мысль искать объяснение зеленого луча в излучении возбужденных атомов кислорода при переходе их из метастабильного состояния в нормальное, сопровождающимся излучением зеленого света с длиной волны 0,5585 мкм. Однако механизм возникновения такого природного лазера пока еще до конца не раскрыт. Дождь из пауков На юго-востоке Австралии прошел мощный дождь из пауков. Местные жители приняли это природное явление за наступление конца света. Правда, ученые напомнили, что ничего необычного в дожде из пауков нет. Происходит это по всему миру, в том числе в Великобритании и США. В 2013 году пауки внушительных размеров падали с неба в Бразилии. Говоря об австралийском дожде, арахнологи поясняют, ежегодно в мае в южном полушарии это конец осени. И августе, соответственно, приближение весны. Новорожденные паучата забираются высоко на деревья, где мастерят из паутины своеобразные парашюты. Ветер подхватывает их и перемещает на большие расстояния. Многие из них гибнут в пути. Их съедают хищники или же они приземляются в воду, где также не имеют шанса на выживание. Впрочем, поскольку речь идет о миллионах особей, популяция пауков в целом успешно осваивает новые территории. Опасности для людей заблудившиеся паучата не представляют. Наиболее удачливые из них найдут себе место обитания и достаточно пищи. А другие не вынесут естественный отбор. Дождь из рыб. Феномен рыбного дождя известен человечеству очень давно. Еще со времен древних греков. Ученые пока до конца не уверены в том, как же объяснить этот феномен. Своё мнение насчет рыбного дождя имеют жители Гондураса, ведь там рыбный дождь происходит регулярно. Это происходит во время сезона дождей, и начинается все с того, что во второй половине дня над городом нависает огромная темная грозовая туча. Спустя примерно 45 минут после проливного дождя, сопровождающегося яркими вспышками молний, частыми оглушительными раскатами грома и сильным ветром все лужи в округе наполняются еще живой рыбой. Местные жители, нисколько не боясь бури, выбегают на улицу с корзинами в руках. Интересно, что те, кто пробовал эту рыбу, утверждают, что ее вкус совсем не похож на обычную. Надо отметить, что на данный момент этот феномен очень мало изучен. Самая очевидная версия предполагает, что рыбу из моря забирает сильный смерч, который всасывает их в облако, а затем сильным ветром приносит его в Йоро, где вместе с дождем на землю падают серебристые тушки. Некоторые считают, что сардины в лужах появляются благодаря сильным ветрам, которые приносят рыбу из рек. Ведь доказательств того, что рыба падает именно с неба, пока нет. А пока весь научный мир ломает головы над феноменом рыбного дождя, жители Йоро просто искренне радуются ему. С 1998 года там даже проходит фестиваль, посвященный этому удивительному событию. Выводы. Природа не перестает нас удивлять. Помимо красивых мест и пейзажей, порой она балует удивительными и необычными природными явлениями. Будь то дождь из животных или оптические иллюзии, все это в очередной раз подчеркивает разнообразие нашего мира. И пускай многое еще непонятное не изучено, однако в этой тайне есть своя особая красота. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! В 2010 году мировое сообщество потрясла ужасная новость. Течение Гольфстрим терморегулятор нашей планеты может остановиться. И вот буквально недавно, в феврале 2021 года, научный журнал Nature Geoscience опубликовал статью о рекордном замедлении Гольфстрима за последние тысячелетия. Авторы материала предполагают, что на скорость теплого течения в Атлантике влияет глобальное потепление. Чтобы понять масштаб грядущей катастрофы, достаточно знать, что временная остановка этого течения 14 тысяч лет назад привела к малому ледниковому периоду. Но что же представляет собой Гольфстрим? И почему его циркуляция настолько важна для климата Земли? Давайте узнаем. Своё название Гольфстрим получила по ошибке и означает «река из залива». Раньше думали, что зарождается это течение в Мексиканском заливе и течёт широкой рекой от берегов Центральной Америки к Западной Европе. А оказалось, не то и не другое. В узком смысле Гольфстримом называют тёплое морское течение вдоль восточного побережья Северной Америки, от Флоридского пролива до Ньюфаулендской банки. Так оно, в частности, отмечается на географических картах. В широком же смысле Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части Атлантического океана, от Флориды до скандинавского полуострова Шпицбергена, Баренцева моря и Северного ледовитого океана. Известную как Атлантическая меридиональная циркуляция. Английская аббревиатура Амос. Температура самого Гольфстрима у поверхности составляет 25-26 градусов Цельсия, а на глубине 400 метров плюс 10-12 градусов. Необычно также сама история открытия Гольфстрима. Во второй экспедиции Колумба принимал участие некто Хуан Понце де Леон. Он услыхал от местных жителей легенду об острове Бимени, на котором будто бы бьёт источник вечной молодости. На поиски этого чуда природы была направлена целая экспедиция. Испанцы высаживались на каждом встречном клочке суши, купались во всех источниках. Но, увы, никто из них не становился моложе. На обратном пути на юг корабли попали в мощный поток тёплого морского течения. Целая река густо-синего цвета, заметно отличающаяся от окружающей её зеленовато-голубой океанской воды, стремительно неслась с запада между Флоридой и Багамскими островами в открытый океан. Течение было таким сильным, что ночью оно сорвало с якоря и унесло в океан один из кораблей. Штурман экспедиции отметил на своих картах направление движения открытого испанцами течения. Угадал, что оно должно доходить до берегов Западной Европы. И позже предложил пользоваться им при возвращении из Вест-Индии домой. Так была открыта Великая морская река, названная испанцами течением из залива. Собираясь из многих струй, она несёт в себе больше воды, чем все реки Земли вместе. И своим тёплым дыханием согревает Западную Европу, служа ей воистину источником вечной молодости. Систематическое исследование Гольфстрима учёные начали ещё в середине XX века. Долгое время не происходило каких-либо существенных изменений. И впервые существенное уменьшение мощности Гольфстрима было зарегистрировано в 1998 году, после чего учёные начали внимательно изучать. Сейчас они прежде всего пытаются выяснить. Процесс ослабления мощности Гольфстрима является кратковременным или долговременным. Собственно говоря, течение Гольфстрим является огромным океаническим контейнером, который транспортирует тепло из экваториальных районов к полярному кругу. Всем известно ещё со школьной скамьи, что течение Гольфстрим согревает целые континенты. Так вот представьте, что произойдёт, когда оно полностью поменяет направление. Этот процесс уже идёт, и это объясняет многие природные катаклизмы. Учёные подтвердили, что знаменитое океанское течение Гольфстрима окончательно изменило своё направление. Теперь оно не достигает Шпицбергена, а поворачивает в сторону Гренландии, при этом ещё и замедляясь. Первым о замедлении Гольфстрима сообщил доктор Джен-Луиджи Зангари, физик-теоретик из Института Фраскати в Италии, в своей журнальной статье 12 июня 2010 года. Статья основывается на спутниковых данных Колорадского центра аэродинамических исследований, согласованных с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований ВМС США. Автор указал на остановку вращения потоков воды в Мексиканском заливе и разбиение Гольфстрима на части. Гольфстрим был частью термохолинной системы циркуляции, ключевым элементом тёплого регулирования планеты. Он отделял Англию и Ирландию от того, чтобы стать ледником. После сообщения доктора Зангари канадский парламент создал комиссию для выяснения реального состояния дел с Гольфстримом вблизи берегов государства. Её возглавил известный в США учёный-океанолог Рональд Раббит, технолог по переработке биомассы мирового океана и улучшению окружающей среды. Специальный краситель, не причиняющий вреда флоре и фауне океана, заливали в контейнеры, взрывающиеся на определённой глубине, и таким образом отследили потоки перемещения масс воды. Гольфстрим, как существующее течение, обнаружен не был. Но, как оказалось, саморегулирующаяся система под названием «Земля» сработала и в этот раз. Течение переползло на 800 миль, 1481 км восточнее зоны бывшего Гольфстрима. По снимкам со спутника температура этого течения увеличилась относительно Гольфстрима. Это значит, что увеличилась мощность испарения в тёплой зоне над океаном. Один из авторов исследования, Стефан Рамшторф, предполагает, что если глобальное потепление продолжится, то к концу 21 века скорость Гольфстрима упадёт ещё на 34-45%, что может вызвать полную его остановку. В Институте биофизики клетки РАН предположили, с чем связаны погодные аномалии и изменения климата на нашей планете. Так, за последние 100 лет количество углекислого газа в атмосфере увеличилось на 40%, почти в полтора раза. Этот показатель превысил значимую величину в 400 ppm, так называемых частей на миллион. Доиндустриальное значение составляло примерно 280 ppm. Такое значительное увеличение существенным образом меняет тепловой баланс нашей планеты. Если бы не влияние мирового океана, то повышение температуры на нашей планете уже сегодня составляло бы 10 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Те же самые плюс 10 градусов в 2010 году были связаны с тем, что так сформировались воздушные массы, и море уже не могло охладить их. И это очень важно, потому что такие аномальные волны тепла будут повторяться с каждым годом все чаще. Они будут иметь большее значение этих аномалий. И, скажем, лет через 30 мы можем иметь, например, в Москве уже не плюс 40 градусов, как в 2010-м, а все 50. Ученые под руководством Кристофа Нербасалеса из университета Берна указали на потепление климата, которое приводит к таянию покровных ледников и к поступлению больших объемов пресной воды в Атлантику, что нарушает баланс солености вод, важный для поддержания скорости течений внутри Амос. Ранее считалось, что потепление климата не всегда несет угрозу живым обитателям планеты, ведь ордовикско-силурийское вымирание произошло во время похолодания. Но недавно ученые опровергли это убеждение, обнаружив, что данная катастрофа сопровождалась всплеском вулканической активности и повышенными концентрациями углекислого газа в атмосфере. Теперь известно, что все пять массовых вымираний в истории Земли произошли именно в периоды глобального потепления. Но не будем раньше времени сгущать краски. Нобелевский лауреат Илья Пригожин, эмигрант русского происхождения, изучил поведение сложных неравновесных химических систем, и фактически рассматривал, как из хаоса может возникать порядок. Казалось бы, к климату это не имеет никакого отношения, но он получил за это Нобелевскую премию. Он выявил закономерности развития сложных систем. И любая сложная система, а климат это несомненно сложная система, когда она находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние, то на границе перехода возникает так называемая точка бифуркации, раздвоения, после чего развитие системы может пойти в двух, взаимно противоположных направлениях. Речь идет о том, что потепление в случае существенного замедления или даже остановки Гольфстрима может вызвать резкое похолодание. То есть система под названием «Земля» сама себя уравновешивает. Гольфстрим продолжает работать. А на недавних холодах в Европе и Техасе, вероятно, сказался так называемый «меридиональный перенос». Потому что потепление климата вызвало крупнейшие перестройки воздушных масс. Раньше в Европе и Азии работал атлантический перенос. Это значит, что с Атлантики влажные теплые массы поступают сначала в Европу, поэтому она значительно теплее. Потом постепенно в европейскую часть России. А потом постепенно доходят до Сибири. По дороге эти влажные теплые массы и сушаются, и охлаждаются. И климат становится все холоднее. Сейчас же иногда атлантический перенос нарушается. Вместо этого происходит меридианальный перенос. Арктика теплеет, но, несмотря на это, все еще продолжающие оставаться холодными арктические массы поступают по меридиану на юг. И там они сталкиваются с перегретыми массами. За счет этого и возникают природные катаклизмы. Поэтому если кто-то начинает говорить, что началось глобальное похолодание, это далеко от истины. Просто идет глобальная перестройка мощнейших воздушных атмосферных потоков. И связано это, конечно, однозначно с потеплением. Конечно, такой эффект, как существенное охлаждение, в том числе за счет остановки Гольфстрима, исключать тоже нельзя. Это требует дополнительных доказательств и серьезного изучения. Но вот материал в британском научном журнале Nature как раз показывает, что такие представления существуют. Пока это только гипотеза. Потому их недостаточно для того, чтобы это стало теорией. Но в принципе эта возможность существует. И исключать ее нельзя. Так что ученым остается только совершенствовать свои математические модели изменения климата на планете. Ведь сегодня, исходя из работы Пригожина и других не менее важных исследований, мы не можем точно сказать, в какую сторону пойдет дальнейшее развитие системы под названием Земля. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Друзья, приветствую всех на канале Фактограф. Думаю, многие из вас обожают путешествовать и открывать для себя новые места. Но есть такие места на нашей планете, которые потрясают своей загадочностью. Сегодня поговорим о самых странных и загадочных местах на Земле. Поехали! США. Гейзер Флай. Глядя на этот гейзер, кажется, что он находится как минимум не на нашей планете. Удивительный летающий гейзер будто расположен на Марсе, а мы увидели его из своего космолета. Но нет, гейзер Флай можно лицезреть на Земле. Находится он в США, в штате Невада. Потоки горячей воды поднимаются на высоту 15 метров, образуя небольшой вулкан. По словам ученых, наша планета имела такой же вид много миллионов лет назад. Многие приписывают этому парящему фонтану волшебные свойства. Умывшись его водой, человек станет счастливым, а его жизнь станет ярче. Великобритания. Башня Гластенберри. Более чем на 140 метров возвышается над землей холм в одном графстве в Англии. В самом верху холма находится башня со старинной церковью. Естественно, это место поросло легендами. Так, по одной из версий, в этой церкви находится вход в потусторонний мир Авалон. Именно там рождаются волшебники, маги, святые, и там царят свои особые законы. Король Артур и его супруга Гвеневра были похоронены как раз на этом холме. По рассказам людей, существует еще множество легенд, связанных с холмом Святого Михаила. Ведь не зря это место имеет мощнейшую энергетику. Бермудский треугольник. Аномальная зона между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико до сих пор вызывает горячие споры ученых и обычных людей. Именно здесь за последнее столетие пропало более сотни самолетов и кораблей. Пожалуй, один из известнейших случаев — это пропажа пяти бомбардировщиков, которые летели из США. Самолеты, отправленные на их поиски, также просто растворились в воздухе. По словам ученых, виной таким пропажем служат течения, штормы и циклоны в этой зоне. Но многие до сих пор верят, что в Бермудском треугольнике людей похищают пришельцы или даже жители затонувшей Атлантиды. США. Рейстрек Плайя. Уже долгие годы удивительный феномен потрясает воображение и умы людей по всему свету. В Калифорнии в парке Долина Смерти находится озеро. Оно давно высохло, но по его дну волшебным образом передвигаются огромные камни. Движутся они довольно медленно и, что особо поражает, что движутся без чьей-либо помощи, как живые, оставляя за собой следы. Ученые выдвигали множество версий — ветер, магнитные поля, сейсмическая активность и другое. Но ни одна из версий так и не стала главной. Чили. Остров Пасхи. На весьма скромном по размерам острове с населением около 6 тысяч человек находятся всемирно известные Моаи. Это каменные истуканы, которые расположены по всему периметру острова. Ученые не поленились и выяснили, что таких статуй около 900 штук. Главным остается вопрос, кто, как и зачем их сделал. Многие европейские ученые выдвигали разные версии. Но местные жители, несмотря ни на что, все еще верят, что в этих истуканах находится сила их предков. Лаос. Долина кувшинов. Вдоль всего Анамского хребта находятся просто огромные горшки, размером около 3 метров и весом до 6 тонн. По подсчетам археологов, находкам около 2000 лет. Самое непонятное, как местные жители их использовали, как и зачем сделали их такими огромными. Легенды этих мест говорят о том, что этими кувшинами пользовались великаны, которые жили в долине. Другая версия кувшины были изготовлены по приказу короля Кхунг Чинга, который хотел иметь большие запасы рисового вина для празднования своей победы. Ученые же склоняются к версиям, что горшки использовали для того, чтобы собирать в них дождевую воду. Быть может, кувшины могли служить погребальными урнами. Россия. Китовая аллея. Китовая аллея поражает своим видом. На острове Итыгран расположены святилища древних эскимосов. Здесь из берега торчат черепа и кости китов. Аллея хранит в себе множество тайн, хоть была открыта еще в 1977 году. Некоторые ученые считают, что в далеком 14 веке эта аллея служила китобоем, местом ритуальных встреч. Скорее всего, здесь устраивали пир, игры и развлечения. Мавритания. Ришат. Удивительные круги на Земле в виде глаза можно увидеть в западной части Сахары. Эти круги поражают. Они будто созданы какой-то неведомой могучей силой. Возраст этого чудо-природа около 600 миллионов лет. Око Земли настолько большое, что его видно даже с космоса. Выдвигалось много разных теорий о происхождении кругов. Некоторые полагают, что это место от падения метеорита. Другие даже считают, что тут приземляются инопланетяне. С научной же точки зрения самый правдоподобный вариант, что такие круги на Земле — это эрозия земной коры. Или же оставшиеся жерла от потухшего миллионы лет назад вулкана. Украина. Подгорецкий замок. На западе Украины, во Львовской области, находится обычный, на первый взгляд, дворец 17 века. Именно здесь в прошлом столетии снимали Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Как и многие замки, этот древний памятник культуры хранит в себе много тайн и легенд. Так, по одной из них, хозяин этого замка замуровал свою жену в стене из-за ревности. Это было давно, но смотрители дворца до сих пор видят призрак женщины и часто слышат стук каблуков. Венесуэла. Река Кататумба. Практически каждую ночь местные жители наблюдают разряды молний в небе как раз в том месте, где Кататумба впадает в озеро Маракайбу. По подсчетам ученых, ежегодно происходит более миллиона таких разрядов, которые видно очень далеко. Что удивительно, молнии случаются сами по себе, без грома и непогоды. Это удивительное явление даже помогло спасти целый город. Так в конце 16 века Фрэнсис Дрейк хотел захватить Маракайбу. Но благодаря ярким молниям жители смогли даже ночью увидеть пиратские корабли и подготовиться к нежданной встрече. Норвегия. Язык тролля. Весьма необычный выступ в виде языка находится на высоте около 350 метров на горе Скиегедаль. Назван он языком тролля, из-за того, что, согласно легенде, здесь жил тролль, который любил перепрыгивать огромные пропасти и нырять в реки. Он знал, что солнечные лучи опасны для троллей, но решил все же это проверить. И вот на рассвете он только высунул свой большой язык из пещеры и тут же окаменел. Язык тролля – любимейшее место фотографов, туристов и таких же экстремалов, как был тролль. Ирландия. Нью Грейндж. Недалеко от Дублина расположилось уникальное сооружение из камня, которое на 700 лет старше пирамид в Египте. Как гласит легенда, это был дом кельтского бога Дагды. Дагда – бог солнца и мудрости. Археологи считают, что это сооружение было гробницей. Еще одна теория, что это место – это обсерватория, потому что на рассвете солнечные лучи попадают в отверстие над входом, освещая все помещение. Сегодня у ученых вопросов больше, чем ответов. Пока непонятно, что за надписи на камнях, чем пользовались строители и как люди смогли построить сооружение такой правильной формы. Великобритания. Озеро Лох-Несс. В этом глубоком озере живет некое чудовище, если верить легендам и некоторым очевидцам. Монстр очень напоминает динозавра с четырью плавниками и длинной шеей. Очевидцев, утверждающих, что видели монстра, достаточно много – около трех тысяч. Существуют даже фотографии и видео с чудовищем. В то же время хватает и тех, кто опровергает существование Лох-Нессского чудовища. Ведь достоверных фактов все равно нет. Уже не одно десятилетие ученые спорят о том, кто же обитает в этом озере. Австралия. Озеро Хильер. Удивительное розовое озеро Хильер находится в окружении эвкалиптовых лесов. Ученые до сих пор не смогли понять причину необычного цвета этого озера. Некоторые предполагали, что дело в водорослях, которые могут окрашивать воду. Но эта теория не подтвердилась. Существует одна легенда, по которой моряк, выживший после кораблекрушения, попал на необитаемый остров. Он был голоден и совершенно выбился из сил. И молил небо о помощи. Тогда он увидел человека с двумя кувшинами. С кровью и молоком. Которые тот вылил в озеро. Моряк окунулся в эту целительную розовую воду и тут же избавился от голода и боли. Казахстан. Поющий бархан. Рядом с Алматой находится огромный бархан высотой 150 метров. Забравшись на него, можно лицезреть фиолетовые горы и реку Ильи. Периодами этот бархан издает приятные мелодии, словно кто-то играет на органе. Существует легенда, что Шайхан превратился в бархан. Другая легенда рассказывает о том, что здесь похоронен Чингисхан. И в те моменты, когда душа Чингисхана рассказывает о своих подвигах, бархан начинает петь. Самое удивительное, что бархан уже тысячи лет стоит на одном и том же месте. А не кочует. Россия. Танцующий лес. В Калининградской области находится хвойный лес. Его уникальность состоит в том, что ветви и стволы деревьев согнуты, закручены и имеют весьма странные изогнутые формы. Деревья здесь будто танцуют. По одной из версий, виной тому стали гусеницы, которые повредили еще молодые деревья. Другая версия основывается на геомагнитном воздействии тектонической трещины. Третьи считают, что не обошлось без инопланетного вмешательства. В 2006 году были высажены новые хвойные деревья, которые пока растут ровно. Белис. Большая голубая дыра. В центре Лайтхаус Рифа находится удивительная воронка глубиной более 100 метров и около 300 метров в диаметре. Эту воронку изучал Жаки Вкусто и выяснил, что изначально это была система известняковых пещер, которые возникли в ледниковый период. После того, как уровень океана поднялся, свод пещер обвалился. После этого была образована карстовая воронка. Другое мнение опровергает эту теорию. Ученые считают, что затопление не могло стать причиной разрушения. Ведь воронка имеет огромные размеры и правильную округлую форму. Поэтому сторонники этой версии считают, что сюда упал метеорит. Китай. Шичен. Шичен был затоплен в 1959 году из-за строительства ГЭС. Этот древний город был основан еще в 670 году и носил второе название «Город Льва». Его размер составлял более 60 футбольных полей. Прошло уже много лет, но город сохранился отлично. Эта китайская Атлантида сохранила городские ворота, ступени и даже деревянные балки. Такое чувство, что там обитают жители города и до сих пор поддерживают в нем порядок. Сегодня это место очень популярно среди дайверов. Намибия. Берег скелетов. Старинные разрушенные корабли кажутся призраками среди песчаных дюн. Это все были настоящие корабли, которые пришвартовались к берегу в надежде переждать шторм. Но из-за движущихся песков корабли отдалялись от воды на большие расстояния. Сегодня южная часть берега открыта для туристов. Поэтому здесь можно встретить множество любителей мистики. Россия. Квартира Булгакова. В Москве по адресу улица Большая Садовая, 10, в квартире 50, сегодня находится музей Булгакова. Адрес не придуман. Здесь действительно с 1921 по 1924 год жил Михаил Булгаков. И это именно та квартира, которая стала прообразом квартиры Воланда из «Мастера и Маргариты». Парадная подъезда полностью исписана строчками из этого произведения. Многие очевидцы утверждают, что из этой квартиры безлунными ночами доносятся звуки музыки, а в окнах видны силуэты. Этот музей – любимейшее место не только поклонников творчества великого писателя, но и всех любителей мистики, считающих, что все персонажи романа существовали на самом деле. Это был наш ТОП-20 самых загадочных и странных мест на планете. В каком месте вы бы хотели побывать? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Реки играют огромную роль в жизни всех людей. Они служат источником пресной воды и пищи. Но что же может быть в них интересного? Это неверно. Мы перевернем ваше представление о реках. Есть воистину удивительные реки. И сегодня мы с ними познакомимся. Голубая река – чудо Гренландии. Эта река появляется летом. Она вытекает из гигантского ледника. Когда он подтаивает, вода образует ручьи, которые собираются в более крупные потоки. Они образуют реку, текущую сквозь толщу льда. Вода в ней имеет удивительный насыщенный голубой цвет. Количество воды в реке зависит от времени года. Чем теплее, тем больше в реке воды. Белоснежный ледник и ярко-голубая вода выглядят необыкновенно. От зрелища тяжело оторваться. Вытекает река из гигантского ледника Петермана, который сейчас активно тает и с каждым годом становится все меньше. Если ледник полностью растает, голубая река просто исчезнет. Исчезающая река Антарктиды. Называется она Оникс. Как это ни удивительно, но на покрытом льдом континенте тоже есть речки. Самая большая из них – Оникс. Хоть ее протяженность всего 30 километров, но для покрытого льдом материка – это солидное расстояние. Вытекает Оникс из одного озера и впадает в другое. Особенность Оникс заключается в том, что она течет лишь коротким антарктическим летом – всего два месяца. Все остальное время она покрыта льдом. В отличие от наших рек, Оникс замерзает полностью. До дна. В промерзающей насквозь реке о рыбе не может быть речи. Так что об антарктической рыбалке придется забыть. Здесь живут только водоросли и микроорганизмы. Самая красочная река. Речь идет о Каньо Кристаллес. Находится она в Колумбии. Ее длина – около 100 километров. Местные жители называют ее «рекой пяти цветов» или «жидкой радугой». Она невероятно красива. Известность ей принесли населяющие ее водоросли. Благодаря им оттенки воды меняются с красного на синий, желтый или зеленый цвета. Эти водоросли прекрасно просматриваются через чистую воду, образуя на дне разноцветный причудливый живой ковер. Ко всему этому великолепию добавим голубые блики тропического неба. ЮНЕСКО внесла Каньо Кристаллес в список природного наследия человечества. Каньо Кристаллес находится в горной местности. Здесь быстрое течение, множество водопадов. На дне реки практически не образуется ила. Вот почему здесь нет рыбы. Каньо Кристаллес находится в отдаленном месте. Чтобы увидеть ее, придется лететь на самолете, ехать на машине, плыть на лодке и идти пешком по джунглям. Но зрелище этого стоит. Это будет впечатление на всю жизнь. Ржавая река Рио Тинто. Она находится в Испании, близ Севильи. Длина реки около 100 километров. Она также имеет цветную воду. Только если предыдущая река радует глаз переливом водорослей, то здесь вода напоминает красную ржавчину с желтым и оранжевым оттенком. Если Каньо Кристаллы сокрасила природа, то с Рио Тинто отличился человек. Река протекает в месте, где длительное время добывали железо. Отходы горной добычи сбрасывались в реку. Вода вымывает остатки руды и пород, которые находятся на ее дне. Хоть шахты закрыты уже более 20 лет, цвет воды не изменился. Вода в Рио Тинто отличается высокой кислотностью, pH до 2,5. Ее нельзя пить, использовать для полива. Несмотря на это, она все еще используется. Высокая кислотность помогает лечить псориазы, экземы и некоторые другие кожные заболевания. Рио Тинто является напоминанием о том, что никогда не нужно бездумно эксплуатировать природные ресурсы. Река Помойка. Самой грязной рекой в мире считается Цитарум. Она протекает в Индонезии на острове Ява, одном из самых густонаселенных мест мира. Протяженность Цитарум 270 километров. В ее бассейне проживает 5 миллионов человек. В проблеме, постигшей реку в первую очередь, виноваты местные жители, использующие ее как свалку. Цитарум в прямом смысле завалено мусором. На некоторых участках находится сплошной слой мусора, под которым разглядеть воду просто невозможно. Канализация тоже стекает прямо в реку. Воды Цитарум активно использует местная промышленность. Стоки, естественно, поступают обратно, часто даже без какой-либо очистки. Цитарум убили буквально за несколько десятков лет. Во второй половине 20 века в результате индустриализации региона на ее берегах выросло множество предприятий. На очистных сооружениях экономили. Все попытки властей исправить ситуацию терпят фиаско. Для того, чтобы очистить реку, было выделено 500 миллионов долларов. К сожалению, деньги канули в воду. Никакие ресурсы не способны изменить отношение людей к окружающей среде. Будем надеяться, что местные жители со временем изменят отношение к природе, и в Цитариум можно будет купаться и ловить рыбу. Ночная река. Речь идет об Уата-рике. Эта река находится в Чили. Она течет сверху виант, покрытых снегом. Днем снег тает, и к ночи русло реки наполняется водой. Ночью, когда температура падает, снег таять перестает. Река водой не снабжается, и под утро она пересыхает. В постоянно пересыхающей реке живые организмы жить не могут. Уата-рике находится в удаленной горной местности. Увидеть воочию ее не так уж и просто. Рио-де-ла-Плата. Самая широкая река в мире. Ее образуют две другие реки. Уругвай и Парана. Длина Рио-де-Плата 320 километров. Впадает река в Атлантический океан. В самом узком месте ее ширина составляет 48 километров, а вот в самом широком рекордные 225 километров. Мутный поток воды из Рио-де-Ла-Плата заметен в океане на протяжении еще 125 километров. Река номер один. Амазонка. Самой большой и полноводной рекой мира считается Амазонка, протекающая через всю Южную Америку. Ее протяженность превышает 7 тысяч километров, а площадь бассейна превышает 7 миллионов километров квадратных. Это примерно как вся Австралия. Амазонку называют речным морем. Она дает 20% всей пресной воды, попадающей в мировой океан. Глубина реки 50 метров. В сезон дождей здесь можно увидеть волны прилива, не уступающие морским. Вокруг реки находится амазонская сельва, непроходимые джунгли, которые до сих пор являются одним из самых малоизученных мест в мире. Колорадо. Знаменитая подкова. Протекает она в США и на севере Мексики. Это одна из крупнейших рек континента протяженностью свыше 2000 километров. В наш список Колорадо попала благодаря знаменитой подкове. Речь идет об изгибе в каньоне Гленн по форме, напоминающем подкову. Это одно из самых красивых и живописных мест планеты. Подкову Колорадо можно увидеть во многих вестернах. Она регулярно вдохновляет фотографов. То есть, если у вас на компьютере или телефоне заставка с изображением каньона, наверняка это Колорадо. Кипящая река. Так называют Пуаренгу в Новой Зеландии. Названию она обязана горячим ключам, бьющим из-под воды. Хотя более правильное наименование для Пуаренги было бы река контрастов. У одного ее берега вода кипяток, а у другого холодна как лед. Река подпитывается из холодных и горячих источников. Небольшая протяженность и быстрое течение не дают воде из разных источников смешиваться. Новозеландские аборигены Маори в Пуаренгу издавна варили рыбу. Они клали ее в мешок и оставляли на некоторое время в воде. Самая глубокая река – Конго. Мы уже знаем, какая река является самой широкой и самой большой. Настала очередь узнать, какая река является самой глубокой в мире. Это Конго – речка, которая протянулась на 4700 километров в центральной части Африканского континента. В некоторых местах ее глубина достигает рекордных 230 метров. Конго также известна самым большим каскадом водопадов. В ее северной части находится водопад Стэнли. Это целый каскад водопадов, длина которого превышает 100 километров. Конго считается самой опасной рекой благодаря адским воротам. Это глубокий каньон, длина которого 130 километров. Печальную славу и зловещее название он приобрел из-за множества опасных порогов. Конго можно назвать и одной из самых мощных рек в мире. 32 высоких перепада суммарно превышают мощность всех рек в США. Желтая река – так называют одну из самых знаменитых рек Китая – Хуанхэ. Она известна тем, что здесь всегда мутная вода с желтоватым оттенком. Хоть река проходит через густонаселенные регионы, деятельность человека здесь ни при чем. Дно реки состоит из ильстых отложений, вымываемое потоками воды порода и дает реке такой цвет. Хуанхэ заслужила славу самой мутной реки в мире. В одном кубометре воды здесь содержится до 40 килограммов горных пород. Самая длинная островная река. Из островных рек самой длинной является Капуас. Находится она в Индонезии на острове Калимонтан. Ее длина 1143 километра, что, согласитесь, для острова приличная величина. Кроме нахождения на острове, эта река больше ничем особо не примечательна. Жемчужина Африки – Нил. Нил – вторая по протяженности река мира. Ее длина превышает 7000 километров. За первенство самой длинной реки Нил спорит с Амазонкой. Мнения исследователей расходятся. Эта река интересна тем, что она протекает через одну из самых больших пустынь в мире – Сахару. И дает жизни воду людям и животным, которые проживают на ее берегах. На ее берегах зародилась цивилизация Древнего Египта. Одна из величайших цивилизаций прошлого. Самая короткая река мира. Значительная часть нашего рассказа посвящена самым большим рекам мира. Но было бы неправильно пройти мимо самой маленькой реки. Это Репруа. Наверняка вы про нее никогда не слыхали. Да, это и неудивительно. Ее длина составляет от 18 до 40 метров. Почему цифра меняется? Все просто. Репруа расположена в Абхазии. Впадает она в Черное море. Речка берет начало в подземных пещерах, вода в которых попадает благодаря таянию снега в горах. Летом, когда температура выше, ее длина увеличивается. В холодное время года, когда снег в горах не тает, длина Репруа падает до минимума. Это был наш ТОП 15 удивительных рек мира. Какая из них вас впечатлила? А есть ли удивительные реки в вашем регионе? Про что бы вы еще хотели узнать? Быть может вас заинтересует 15 самых удивительных озер мира? Поделитесь вашим мнением в комментариях под видео. Нам это важно. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Пока. Мы даже не задумываемся, как забиваем гвоздь за гвоздем в крышку своего гроба, покупая, а затем выбрасывая пластик тоннами, убивая все живое и планету, на которой живем, не задумываясь о завтрашнем дне. А что же дальше? Первый синтетический полимер был изобретен в 1869 году Джоном Уэсли Хайэтом, который был вдохновлен предложением одной из нью-йоркских фирм в размере 10 тысяч долларов для всех, кто может предоставить заменитель слоновой кости. Растущая популярность бильярда привела к сокращению поставок натуральной слоновой кости, добываемой в результате забоя диких слонов. Обработав целлюлозу, полученную из хлопкового волокна камфорой, Хайэт открыл пластик, который можно обрабатывать в различных формах и имитировать такие природные вещества, как панцирь, черепахи, рог, лен и слоновая кость. Это открытие было революционным. Впервые человеческое производство не было ограничено рамками природы. Эта разработка помогла не только людям, но и окружающей среде. Или тогда так считалось. Рекламные объявления восхваляли целлюлоид как спасителя слона и черепахи. Пластик может защитить мир природы от разрушительных сил человеческих потребностей. Создание новых материалов также помогло освободить людей от социальных и экономических ограничений, вызванных нехваткой природных ресурсов. Недорогой целлюлоид сделал материальные блага более распространенными и доступными. И началась пластиковая революция. В 1907 году Лео Бакиланд изобрел бакилит – первый полностью синтетический пластик. То есть он не содержал молекул, встречающихся в природе. Бакиланд искал синтетический заменитель шелака – естественного электрического изолятора, чтобы удовлетворить потребности быстро электризуемых Соединенных Штатов. Бакилит был не только хорошим изолятором. Он также был прочным, термостойким и, в отличие от целлюлоида, идеально подходил для механического массового производства. Позиционируемый как материал для тысячи применений, бакилит можно было придать любой форме, предоставляя безграничные возможности. Успехи Хаята и Бакиланда побудили крупные химические компании инвестировать в исследование и разработку новых полимеров. И вскоре к целлюлоиду и бакилиту присоединились новые пластмассы. В то время как Хаята и Бакиланд занимались поиском материалов с особыми свойствами, новые исследовательские программы искали новые пластики ради самих себя и беспокоились только о том, чтобы найти им применение в будущем. Вторая мировая война потребовала значительного расширения индустрии пластмасс в Соединенных Штатах, поскольку промышленная мощь оказалась столь же важной для победы, как и военный успех. Необходимость сохранения скудных природных ресурсов сделала производство синтетических альтернатив приоритетом. Эти заменители предоставил пластик. Нейлон, изобретенный Уоллесом Каразерсом в 1935 году как синтетический шелк, использовался во время войны для изготовления парашютов, веревок, бронежилетов, вкладышей шлема и многого другого. Орг-стекло стало альтернативой стеклу для окон самолетов. В статье журнала Time отмечалось, что из-за войны пластмассы нашли новое применение, и их адаптивность была продемонстрирована снова и снова. Во время Второй мировой войны производство пластика в США увеличилось на 300%. Всплеск производства пластика продолжался и после окончания войны. После Великой депрессии, а затем Второй мировой войны, люди были готовы снова тратить деньги. И большая часть того, что они покупали, была сделана из пластика. По словам Сьюзан Фрейнкель, в продукте за продуктом, рынки за рынком, пластмассы бросили вызов традиционным материалам и победили, заняв место стали в автомобилях, бумаги и стекла в упаковке и дерево в мебели. Возможности пластика дали некоторым наблюдателям почти утопическое видение будущего с обильными материальными благами благодаря недорогому, безопасному гигиеническому веществу, которое люди могут формировать по любой своей прихоти. Безупречный оптимизм по поводу пластмасс длился недолго. В послевоенные годы в мозгу многих ученых, во всем мире, произошел сдвиг, поскольку пластик больше не считался однозначно положительным. Пластиковый мусор в океанах впервые был замечен в 1960-х годах, в десятилетия, когда люди начали все больше осознавать проблемы окружающей среды. Книга Рэйчел Карсон 1962 года «Тихая весна» раскрыла опасность химических пестицидов. В 1969 году у побережья Калифорнии произошел крупный разлив нефти, и загрязненная река Каяхоа в Огайо загорелась, что вызвало опасения по поводу загрязнения. По мере распространения информации об экологических проблемах, наличие пластиковых отходов начало беспокоить наблюдателей. Пластик постепенно стал словом, используемым для описания того, что было дешевым, непрочным или поддельным. Репутация пластика еще больше упала в 1970-х и 1980-х годах, когда возросло беспокойство по поводу отходов. Пластик стал особой целью, потому что, несмотря на то, что многие пластиковые изделия одноразовые, пластик вечно хранится в окружающей среде. Промышленность пластмасс предложила рециклинг в качестве решения. В 1980-х годах индустрия пластмасс привела к влиятельному движению, побуждающему муниципалитеты собирать и перерабатывать вторсырье в рамках своих систем управления отходами. Однако рециркуляция далека от совершенства, и большая часть пластмасс по-прежнему попадает на свалки или в окружающую среду. Пластиковые пакеты в продуктовых магазинах стали мишенью для активистов, стремящихся запретить одноразовые пластиковые пакеты. А во многих городах уже введен запрет на использование пакетов. За несколько десятилетий людям удалось сбросить тонны мусора в океан. Одним из самых разрушительных элементов этого загрязнения является то, что пластмассы разлагаются за тысячи лет. В результате рыба и мелкие животные просто травятся. Следовательно, токсины из пластика попали в пищевую цепочку, угрожая здоровью человека. В самых загрязненных местах океана масса пластика в 6 раз превышает количество планктона. Это серьезное свидетельство, которое не оставляет сомнений в проблеме загрязненных океанов. Большое тихоокеанское мусорное пятно, также известное как Тихоокеанский мусорный вихрь или круговорот, расположено в центральной части северной части Тихого океана и по размеру превышает штат Техас. Также есть свалки в Индийском и Атлантическом океане. На сегодняшний день всего обнаружено 5 пятен. Пластмассы переносятся и сходятся в океане там, где встречаются течения. Это означает, что в результате получаются огромные пластиковые острова. Ученые СЭС, а общество морского образования, изучили пластик в Атлантике и подсчитали, что на квадратный километр приходится 580 тысяч штук пластика. Что касается попадания пластика в океан, около 20% мусора поступает с кораблей и платформ, находящихся в открытом море. Остальные источники – выбросы мусора в море, подхваченные приливами на пляже или преднамеренные выбросы мусора. Наиболее распространенные пластиковые добавки – BPA – широко используются в контейнерах для пищевых продуктов и напитков. Уже предпринимают шаги по ограничению и регулированию использования BPA, осознавая его опасность для здоровья человека. Хуже всего то, что эти пластмассы не разлагаются биологически, поэтому они распадаются на крошечные кусочки, которые съедают рыбы и морские млекопитающие. Пластик убивает более 100 тысяч морских черепах и птиц в год от проглатывания и запутывания. Химические вещества из пластмасс выбрасываются как в воду, так и в атмосферу. Рыба легко заражается химическими веществами, содержащимися в воде. Это прямое звено того, как химические вещества из пластика входят в пищевую цепочку. Мы, люди, употребляем в пищу зараженную рыбу и млекопитающих. Ученые обнаружили микропластик у 114 видов морских обитателей, и почти треть из них попадает на наши столы. Некоторые химические вещества, добавляемые в пластик для повышения его эффективности, считаются эндокринными разрушителями – химическими веществами, которые влияют на нормальную функцию гормонов, в то время как некоторые замедлители могут мешать развитию мозга у детей. Изучение воздействия микропластика на здоровье человека очень сложно. Сегодня мы очень мало знаем о том, какие уровни загрязнения могут негативно повлиять на нас. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций заявила после недавнего исследования, что люди, вероятно, потребляют лишь незначительное количество микропластика из рыбы. С каждым днем по мере того, как мы потребляем все больше загрязненных продуктов, загрязнение пластиком влияет на здоровье человека, даже если эти эффекты еще не проявились. Как уже было сказано, BPA присутствует во многих пластиковых предметах, которые вступают в прямой контакт с пищевыми продуктами, включая пластиковую упаковку, кухонные принадлежности и внутренние покрытия напитков. BPA метаболизируется в печени с образованием бисфенола А и покидает наш организм с мочой. Чтобы дать вам представление о том, в какой степени мы подвергаемся воздействию этой пластиковой добавки, BPA был обнаружен в моче 95% канадцев. Основная проблема заключается в том, что, как уже упоминалось ранее, BPA является эндокринным разрушителем. Эндокринная система человека регулирует ряд основных функций организма, включая метаболизм, частоту сердцебиения, пищеварение, плодородие. Сегодня во всем мире потребительские движения требуют упаковки без бисфенола А, чтобы уменьшить вредное воздействие пластика на здоровье и общее самочувствие человека. Всемирная организация здравоохранения опубликовала шокирующее исследование в 2018 году, которое выявило присутствие микропластика в 90% протестированной бутилированной воды. Только 17 из 259 не содержали пластика. Большинство ученых согласны с тем, что это новая проблема, и если из-за нее умирают тысячи видов во всем мире, это не может быть так хорошо и для нас. Global Apparel Fiber Insurance опубликовала исследование, в котором подчеркивается, что из 100 тысяч килограммов волокон, потребляемых во всем мире за один год, 70% являются синтетическими. Синтетические волокна, такие как полиэстер, акрил, вискоза и нейлон, получают из нефти. Да, того же масла, которым мы питаем наши автомобили. Микропластики постоянно выделяются в воздух из нашей одежды, и мы вдыхаем их каждый день. Многие синтетические ткани в процессе производства обрабатываются тысячами вредных токсических химикатов. Причем полиэстер считается самой худшей тканью для кожи. Наша кожа является самым большим и наиболее проницаемым органом нашего тела и может поглощать до 60% веществ, которые с ней контактируют. Кроме того, синтетические ткани не позволяют вашей коже дышать, задерживают запахи и служат идеальной средой для роста бактерий. Эти микроволокна также способствуют загрязнению океана пластиком тонким, но повсеместным образом. Каждый раз, когда мы стираем синтетическую одежду в стиральной машине, микропластики вымываются в окружающую среду через бытовые сточные воды. Вполне возможно, что от одной загрузки белья в систему водоснабжения попадут до тысяч микроволокон из нашей одежды. При плохой утилизации отходов у людей часто нет другого выбора, кроме как сжигать мусор на открытом воздухе. Это очень распространенная практика, которая позволяет химическим веществам из пластика легко проникать в организм, когда мы дышим нормально. Отчет, опубликованный в марте 2018 года, показывает, что 5 миллиардов человек по всему миру живут без сбора и контролируемой утилизации отходов. В результате ежегодно умирает около 9 миллионов человек. В Европе проблема сохраняется, но она скрыта внутри огромных зданий, известных как мусоросжигательные заводы. Мусоросжигательные заводы в Европе должны работать с максимальной безопасностью, преобразовывая тепло, выделяемое при сжигании мусора, в энергию. Красиво, правда? К сожалению, было доказано, что мусоросжигательные заводы выделяют воздух в огромных количествах диоксин, один из самых токсичных химических веществ, известных человеку. Когда он не попадает напрямую в нашу атмосферу, он образует токсичный пепел. Даже такая страна, как Швеция, была уличена в сборе токсичного пепла из мусоросжигательного завода на острове у Норвегии. Многие добавки в пластик считаются чрезвычайно вредными для людей и окружающей среды. И хотя у нас пока нет достаточной информации об истинных масштабах, того, как пластиковое загрязнение влияет на здоровье человека, очевидно, что рост уровня загрязнения не сулит нам ничего хорошего. Хотя мы не задыхаемся от пластиковых пакетов, как морские птицы или черепахи, количество токсичных добавок, присутствующих в нашем повседневном пластике, в сочетании с нашим постоянным воздействием этого материала является поводом для беспокойства. У нас одна жизнь и одна планета. Не пора ли нам уже задуматься над своими действиями? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!